У нас голограммы показывают какие-то, скажем так, анонсы, спектакли, какие-то картинки. То есть это первое, что будет удивлять ребенка, приходящего сюда. Сказка ждет юного зрителя уже в фойе. Правда, чуть позже. Театр кукол все еще на реконструкции. Сейчас активно ремонтируют кровлю и фасад. На ремонт объекта направили 260 миллионов. В 2021 году будет отремонтировано фойе, зрительный зал, большой и малый зрительный зал, полностью переоборудована сцена. Вернуться на родную сцену артисты смогут только в 2022 году. Но без спектакля поклонников не оставят. Их в репертуаре больше 40, четверть из них для взрослых. Представления будут идти в НХТ и на площадки Союза художников. Я сам лично в детстве часто его посещал. И в регионе, и в Челябинске мы занялись театрами. Большинство театров мы приводим в нормальное состояние. Оценил Алексей Текслер и ремонт пешеходной аллеи по проспекту Победы. К объекту были нарекания. Подрядчики забыли про пандусы и занижения. Глава района Сергей Антипов рапортует. Сейчас все замечания исправили. На дорожке установили современные скамейки и высадили многолетники. А деревья защитили приствольными решетками. Влага, которая задерживается, и уходят именно вот такие приствольные решеты. Жителей Северка благоустройство порадовало. Но челябинцы высказали губернатору и пару предложений. Одно из пожеланий – отдельная площадка для выгула животных. Алексей Текслер предложил создать такие зоны по всему городу. Нужны площадки для выгула собак. И с одной стороны, чтобы на детские площадки не ходили, с другой стороны, для собаководов. Не хватает и детских площадок. Хорошей новостью для родителей стало открытие дошкольного учреждения на университетской набережной. Завершить работу успели за 8 месяцев. Осталось только завести мебель. Садик сможет принять 250 воспитанников. Формировать группы начнут с 25 сентября.